Для того, чтобы сделать настоящего робота, нам понадобится модуль заряда аккумулятора, вибромотор, аккумулятор, выключатель и яйцо от Kinder Surprise. Для начала разберемся с модулем заряда аккумулятора. Он имеет точно такой же разъем, как для большинства телефонов, и через него можно заряжать аккумулятор. Чтобы понять принцип работы модуля, мы нашли его схему в интернете, после чего распечатали и изучили. Модуль имеет два контура. К одному контуру необходимо подключить аккумулятор, а ко второму – последовательный выключатель и вибромотор. Теперь настала очередь подготовить корпус для нашего робота. Нам понадобится яйцо от Kinder Surprise. В корпусе робота мы сделали отверстия под разъем модуля и выключатель, предварительно разметив их и аккуратно вырезав с помощью канцелярского ножа. Разъем модуля и выключатель должны свободно входить в отверстие. Теперь необходимо спаять вместе все элементы робота в соответствии со схемой. Работу с паяльником лучше доверить зеропову. После паяльника необходимо проверить работоспособность. При подаче питания ротор вибромотора должен вращаться. После того, как мы убедились, что схема работает, необходимо последовательно разместить элементы внутри корпуса нашего робота с помощью термоклея. Вот так у нас получилось разместить элементы внутри корпуса робота, при этом яйцо свободно скрывается. Настало время разукрасить нашего робота. В нашем случае это пчелка. С помощью перманентного маркера мы нанесли характерные полосы и нарисовали мордаш. Чтобы пчелка могла ходить, необходимо сделать ей лапки. С помощью скрепок делаем М-образные заготовки и фиксируем их термоклеем. На завершающем этапе делаем крылья из бумаги и приклеиваем к спинке пчелки. Наша пчелка готова к первому запуску и мы ее включили. К сожалению, пчелка оказалась скромной и никак не хотела далеко уходить, и все время кружила на месте. Чтобы исправить ситуацию, пришлось немного изменить форму передних лапок, после чего пчелка отправилась гулять по всей квартире. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok